В Баку сохраняем максимальную объективность и беспристрастность, потому что исходим из того, что без посредничества Российской Федерации конфликтную ситуацию не преодолеть. На прямой связи Фуа Тахундов, заведующий сектором по работе с зарубежными медиа, администрации президента Алиева. Фуа Тарамизович, здравствуйте, мы вас приветствуем. Опишите нам, пожалуйста, роль Турции в Карабахском конфликте прямо сейчас, если это представляется возможным. Добрый день, дамы и господа. Большое вам спасибо за объективный репортаж, за объективную позицию. Единственное, только я хотел оговориться в этом репортаже, чтобы прозвучало, как здесь говорят о купировании территории. Я хотел бы подчеркнуть, что это не здесь говорят о купировании территории, а это позиция в первую очередь и России, и позиция Совета Безопасности ООН, которую вы показывали сегодня, будет обсуждаться. Четырежды в Совете Безопасности ООН Россия голосовала за освобождение оккупированных территорий за пределами Нагорного Карабаха. Именно там идут бои. Я глубоко сомневаюсь, что информация, пока я сидел здесь до эфира, никаких ударов по Армении мы не наносили. Это принципиальная позиция. Очень много подмен понятий. Мы не воюем ни против Армении, ни против народа Нагорного Карабаха. Мы к нему обратились. Просто у нас позиция естественного, нормального, среднестатистического государства, члена Совета Безопасности ООН. Международное право на нашей стороне. Мы ведем бои там, где Россия требовала безоговорочно освободить эти территории. Они 30 лет обговариваются. И, к сожалению, мы недовольны, что группа, Минская группа, в которой активно участвует Россия, недостаточно убедительно требует выполнить эти резолюции Совета Безопасности ООН. А то, что мы освобождаем нашу территорию от иностранных войск Армении, я бы хотел обратиться к матерям Армении, чтобы они задались вопросом, а что их ребята делают у нас здесь? За десятки километров от Нагорного Карабаха охраняют мертвую, выжженную землю, в которой нужно пахать. И как мы раньше без границ жили все, пахали бы. И здесь, понимаете, очень благодатная почвость из хозяйственной прекрасной земли. Вы чего, и в первую очередь, чего вы оккупируете территорию, железную дорогу Москва-Ереван? 150 километров территории как раз там и проходят, где сейчас идут бои. Вы ради чего это? Ради потом, чтобы кричать блокады? Вот это оппозиция. И знаете что? Еще что я хотел сказать. Насчет Турции вы мне задали вопрос. Ведь у нас оккупировано 20% территории. Вы легко посчитать, что в 43-м году враг оккупировал всего лишь 9% территории Советского Союза. И это была Великая Отечественная война. И мы все русские, азербайджанцы, армяне воевали. Сейчас у нас оккупировано 20%. Какие вопросы? Для нас это Великая Отечественная война, которая идет 30 лет. Просто раньше постреливали, а сейчас был тяжелый удар. Как вот два месяца назад Лавров сказал, что армяне захотели выдвинуться на 15 километров, захватить еще пост. Тогда наш господин президент предупредил Пашиняна, что если будет еще такое, то будет достойный ответ. Оно повторилось. Не прошло два месяца. А им что, еще 15 километров надо? Им 20% мало, что ли? Это все какая-то провокация. Это никакая не против войны, не против Турции. Вернее, почему-то против России. Почему здесь Россия? Фуан Ромизович, все-таки я бы хотел уточнить, если позволите. Вот буквально 20 минут назад пришло сообщение из Анкары. Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил Чавашаглу. Вы примете такую помощь? Вы допускаете, что турецкие солдаты могут сражаться с вами против Армении? Вы знаете, когда шла Великая Отечественная война в 43-м году, все, включая таких деятелей, как Рахманина, говорили, что мы готовы сражаться на нашей родине. И если там какие-то... Мы тюркские, мы не про братские народы. Если они как-то такое говорят, мы это понимаем, но у нас армия самодостаточная. Ни один русский и турецкий офицер и ни один турецкий солдат у нас не воюют. Вот в вашей передаче вчера говорилось, что Турция помогает беспилотниками. Господа, 99% нашего оружия мы покупаем у России, так же, как покупаем и у Турции. Но, к сожалению, Россия и Армения, вот это предпочитание по очень дешевым, иногда бесплатно. Вот как стоит вопрос. Спасибо вам большое. Еще раз подчеркиваем, что мы сознательно выслушиваем две разные точки зрения. Понимаем, что позиция абсолютно непримиримая, но в этом суть российской позиции. Мы пытаемся выступать и посредниками, мы пытаемся выслушать стороны конфликта и со стороны Армении, разумеется, со стороны Азербайджана. Большое вам спасибо, Фуат Ахундов, заведующий сектором по работе с зарубежными медиа администрации президента Азербайджана Алиева. Спасибо.